Здравствуйте! Вы смотрите дайджест основных событий из жизни Пауэрселор Миттл Кривой Рог. На нашем предприятии пристальное внимание уделяется качеству готовой продукции. Один из этапов контроля – это замер геометрических параметров готового проката вот таким штангенциркулем. На конкурсе молодых прокатчиков это было одним из первых заданий. И именно команда нашего предприятия первой выполнила его. О том, как проходил конкурс и о других событиях, смотрите подробнее в нашем сегодняшнем дайджесте. Пауэрселор Миттл Кривой Рог состоялся 11-й международный конкурс прокатчиков, посвященный памяти заслуженного металлурга Украины Иона Ротару. В этом году в конкурсе приняли участие 4 команды металлургических предприятий из Кривого Рога, Каменского, Запорожья и Тимиртау. Это 11-й конкурс, на котором люди делятся своими профессиональными навыками, своими достижениями. Ну и мы применяем в конкурсах различные действия, которые нам помогают потом в работе. Конкурс состоял из двух частей – теоретической и практической. В первой части конкурсанты продемонстрировали знания теории прокатного дела, а также ответили на вопросы по пожарной безопасности и охране труда. Задания интересные, было что-то для нас сложное, потому что у нас чуть-чуть цитата отличается. Все отличные, все ребята, все отличные специалисты, и очень позитивные, и коммуникабельные, поэтому нам очень приятно было и пообщаться, и познакомиться. Практическая часть состояла из нескольких заданий. Участникам нужно было определить качество готовой продукции путем измерения ее геометрических размеров, рассчитать диаметр волков и параметры прокатки, настроить приволковую арматуру и клеть. Судьи оценивали сразу несколько параметров – скорость выполнения работы, соблюдение технологии и техники безопасности. В целом, скажем, это наша ежедневная работа. То есть оператор рассчитывает скорость прокатки, вольцовщик настраивает приволковую арматуру, как бы мастер руководит всем. Несмотря на то, что у некоторых не такие станы, как у нас, и некоторые даже встречались впервые, но тем не менее, вчера на тренировке они подучились, и сегодня более-менее хорошие результаты показали. Команды все сильные были, делились опытом, несмотря на то, что у каждого из команд разные профиля, направление по прокату все равно было интересно, много всего интересного с технологией было узнанное. Узнали мы, в принципе, хороший коллектив, и надеемся, что в следующем году приедем опять к вам. Конкурсы для нас новые, так как мы не сортовики, мы листовики, мы катаем листы. Ну, то, что помним из теории прокатки, да, из техников, из высших учебных заведений, как бы все применили, вот оно нам помогло. Победителями 11-го конкурса молодых прокатчиков стала команда Пауэр Селор Миттл Кривой Рог. Второе место заняла команда Днепровского медкомбината, а третье досталось прокатчикам Запорожстали. В сентябре 2018 года на территории Пауэр Селор Миттл Кривой Рог построили экспериментальный участок дороги с использованием шлаков стали плавильного и доменного производства. Весной этого года новая дорога успешно прошла ряд лабораторных испытаний. Мы находимся на экспериментальном участке дороги, где мы испытываем разные покрытия автомобильной дороги на их прочность. Здесь участок состоит из трех частей. Это классический бетон, бетон из доменных шлаков и бетон из талеплавильных шлаков. Даже высококачественное асфальтное покрытие изнашивается в течение 7 лет использования и требует ремонта. Бетон более устойчив к механическому и температурному воздействию. Такое покрытие потребует ремонта только через 20-30 лет эксплуатации. Основное в долгосрочности бетонов – это морозостойкость его. То есть морозостойкость – это количество циклов замерзания от таванья бетонов. Экспериментальным путем было установлено, что 150 циклов этот бетон выдерживает без потери прочности. Поэтому как минимум на 50-70 лет должно хватить этого бетона. Такое использование отходов медпроизводства позволит решить сразу несколько задач. Разгрузить полигоны, удешевить дорожное строительство и повысить прочность, а также срок эксплуатации дорожного покрытия. На участке обезвоживания рудообогатительной фабрики номер 1 установлены два новых вакуум-фильтра, которые позволят увеличить производительность и повысить качество железорудного концентрата. На участке фильтрации выполняется подготовка концентрата к дальнейшей переработке. Задача вакуум-фильтров – максимально извлечь влагу из поступающего концентрата для получения готовой продукции с содержанием железа 65,3% и влажностью около 10%. На второй секции установлено три вакуум-фильтра, из них два вакуум-фильтра 22 и 23 мы заменили. На данный момент 21 вакуум-фильтр более старого образца. Поэтому секция работает с резервным оборудованием и тем самым позволяет при выходе из строя одного фильтра запустить дополнительно второй фильтр и работать без аварии. Производительность новых установок – 74 тонны концентрата в час. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 10 лет. При малейшем сбою в работе или отклонении от какого-либо параметра вакуум-фильтр автоматически останавливается, чтобы не допустить возникновения аварийной ситуации. Они работают более энергоэффективно, плюс запуск вакуум-фильтра и визуальный осмотр всего оборудования, подключение воды на гидроуплотнение, подключение вакуума. Все выведено на дисплей для визуальной работы технологического персонала, то есть облегчает работу. Дополнительно при монтаже новых вакуум-фильтров увеличили площадки обслуживания, установили на них LED-освещение, что позволило повысить уровень безопасности при обслуживании установок. В Пау Арселор Миттл Кривый Рук стартовала пятая волна программы «Школа мастеров». В этом году она собрала рекордное количество участников. 160 работников предприятия выявили желание пройти обучение. Одно из главных нововведений – часть занятий проведут приглашенные тренера из Киева. Участники программы смогут посетить тренинги опытных мастеров без отрыва от производства. Какими качествами должен обладать мастер? Прежде всего, он должен обладать неприликаемым авторитетом. Человек, который должен все знать. Знать о людях, знать о безопасности, знать о производстве, знать электронику, знать производство, знать все законодательство. Это, в общем-то, связь между… Наверное, даже сказал бы, что мастер – это тот человек, который осуществляет связь между управлением и производством, между администрацией и рабочими. Программа состоит из обязательных и факультативных занятий. Обучение пройдет по четырем направлениям – личная эффективность, развитие профессиональных навыков и умений, IT-грамотность и развитие менеджерских навыков. Эта школа даст возможность развить очень много компетенций, которые необходимы в работе и даже иногда в личной жизни. Это умение коммуницировать, умение договариваться. Это также тренинги по финансовой грамотности. То есть очень много того, что в дальнейшем станет прекрасным подспорьем для развития. Мы видим, какая большая разница есть между теми людьми, которые прошли эту школу, и те, которые не захотели по каким-то причинам прийти или не смогли, но разница есть. И, я думаю, ее ощущают и те, кто прошел эту школу мастеров, и мы, как руководители, тоже видим. И мы в первую очередь полагаемся на тех людей, которые действительно пополнили свои знания. По итогам предыдущих лет каждый третий выпускник школы мастеров получил повышение должности. Поэтому многие руководители готовы предоставить наиболее перспективным работникам время и возможности для дополнительного профессионального обучения. Да, я хочу расти дальше в компании, вижу себя на должности мастера. Сейчас, в данный момент, подменяю начальника участка. Ну, это как бы подменная должность, это не основная. Хотелось бы быть на основной должности. Порекомендовал мне эти курсы начальник цеха. Надеюсь, увидит во мне перспективного работника и отправил подучиться. Обучение продлится 8 месяцев. В конце года участники защищат собственный проект и получат диплом об успешном завершении обучения в школе мастеров. На базе отдыха «Марьяновка» состоялся первый праздник в летнем сезоне – семейный день. Участие в нем приняли около 500 человек – работники Power, село Миттл, Кривой Рог и члены их семей. Этот праздник приурочен к Международному дню семьи и проводится уже второй год. Начался семейный день с яркого выступления коллектива в ДК «Металлургов». А затем открылись интерактивные локации, где можно было принять участие в конкурсах и заработать жетоны удачи, после чего обменять их на различные подарки. Во второй половине дня состоялись два танцевальных мастер-класса по уличным танцам и самби. А завершился семейный день торжественным награждением самых активных участников праздника. В мае прошел первый кубок генерального директора по футзалу «Стилкап». Участие в нем приняли 12 команд. До четвертьфинальных игр дошли 8. Соревнования приурочены к 85-летию предприятия. Это наш первый турнир. Тем не менее, мы рассчитываем на то, что он будет не последним, и что мы будем увлекать большее количество команд. Спорт, он формирует характер, он формирует, особенно командный спорт, он формирует и командную игру, командную работу, работу в коллективе, помогает управлять этим самым коллективом. И мы считаем, что человек, который занимается спортом, он способен на гораздо большее. Он жизнерадостный, он готов бороться со стрессом, он целеустремлен. Сами игры проходили в спортивном зале Криворожского технического университета. Для судейства матчей организаторы пригласили квалифицированных арбитров. Приятно, что на самом крупном предприятии не только города, но и Украины много уделяют внимания спорту, в частности футболу. Борьба будет очень упорная. Вижу очень много ребят, которые участвуют тоже в городских мероприятиях, в городских турнирах. Так что по уровню я вижу, что очень серьезный турнир будет. В финальном матче на поле вышли сборные команды Литийно-механического завода и прокатного департамента. Первое место в турнире и Кубок генерального директора получила команда ЛМЗ. Я считаю, что это очень хорошее начало. Такие мероприятия способствуют не только мотивации к работе, но и мотивации к здоровому образу жизни, к активному образу жизни, занятию спортом. И это только положительно сказывается на всей нашей жизни. Второе место досталось команде прокатного департамента. Все участники турнира получили поощрительные призы. На сегодня это все. Помните, что спорт улучшает здоровье, а поэтому не забывайте о регулярных тренировках. Желаем вам новых побед, как спортивных, так и профессиональных. А чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова